Ездят детки и возят родителей с диагнозом ДЦП, которые колясочники. И вот по такой дороге приходится нам ездить. Елена Сычева уже не первый год борется за то, чтобы дорога, ведущая к интернату для детей с особенностями здоровья, была пригодна для передвижения. Это единственное в Блакове учреждение, в котором учатся особые детки. И поэтому условия для них нужно создавать тоже особые, комфортные. Мне с ребенком часто очень приходится пешком ходить здесь. Если грязь, это вот сейчас еще пока сухо, но скоро начнутся дожди, снег, слякоть, то здесь просто невозможно пройти. Потому что здесь нет, во-первых, тротуара пешеходного. Машины ездят, машины, здесь территория маленькая. Если машины стоят, то практически пройти невозможно. Утром поток большой, кого-то привозят, очень многих детей же привозят, даже многие дети неходячие. Попасть в интернат можно через одну калитку, а для этого преодолеть 30 метров бездорожья. И если на здоровых ногах это сделать в принципе несложно, то ребятишкам с диагнозом ДЦП, которые и по ровной этой дороге передвигаются с трудом, этот путь кажется непреодолимым препятствием, особенно весной и осенью. Поэтому родители и борются за комфортное пространство для своих детей. Я написала в прокуратуру Саратовской области. Прокуратура мне дала ответ, ответ дала мне администрация, что они отремонтировали дорогу. Но вы вот сами видите, в каком она состоянии. Ямы на дороге и правда засыпали асфальтовой крошкой. Но все понимают, что это лишь временная мера до ближайшего дождя или февральской оттепели. После этого ямы вновь появятся. Поэтому родители особых детей просят помощи в капитальном ремонте этого участка дороги. На этом мамы не собираются останавливаться. Они хотят обратить внимание на то, что территория возле интерната также нуждается в капитальном ремонте. Здесь асфальт местами провалился. А ведь на этой площадке проводятся школьные линейки и праздники. Но самое необъяснимое – в интернате для детей-инвалидов нет пандуса. Ребятишек, которые передвигаются на колясках, родители заносят в учреждение на руках. Активные мамы считают, что необходимо в корне менять подход к хозяйственной деятельности учреждения. Ведь в этом интернате учатся особые дети.